Добрый вечер, в эфире специальный выпуск информационной программы Якутия, посвященной Дню Республики. В ближайшие минуты мы расскажем, как этот день отпраздновали в Якутске и районах Якутии. В День Республики якутияне отмечают две даты. В 1922 году в этот день образовалась Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика. А ровно 70 лет назад, 70 лет спустя, в 92 году вступила в силу новая Конституция Республики. Она определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации. Про возглашение автономии в 1922 году позволило заложить фундамент экономического развития региона. И это стало возможным благодаря огромным человеческим усилиям и стараниям государственных деятелей. К их памятникам сегодня в Якутске возложили цветы. В частности, торжественный митинг прошел у мемориала Максима Амосова. Участие в нем принял глава республики Егор Борисов. И сегодня мы обращаемся к молодежи с тем призывом, что вы можете ли взять на себя такую ответственность, как они в свое время брали. Можете ли преодолевать трудности, которые были в то время, как у них. Можем ли мы творить и создавать те чудеса, которые после них творил якутский народ. Я думаю, что молодежь это может решить, потому что мы сегодня воспитаны в духе патриотизма, в духе преданности нашей родной Якутии. И мы достигли этой цели благодаря тем заложенным принципам того времени. Сегодня республика Саха-Якутия поступательно развивается и движется, решая все свои задачи для развития социально-экономического развития. Мы помним и чтим историю республики Саха-Якутия. И, конечно, без истории, без знания истории, без памяти об истории не будет будущего ни одной страны, ни одной республики, ни одного места, где бы жили люди. Я хочу пожелать всем добра, счастья, здоровья и успехов. Первый президент республики Михаил Николаев принял участие в торжественном митинге у памятника Платону Аюнскому. Аюнский был первым председателем правительства республики, первым председателем Всеякутского центрального исполнительного комитета, автором первой конституции республики. Участники акции отметили неоценимый вклад, который он внес в укрепление государственности и национальной культуры. В торжественном митинге приняли участие руководство республики, молодежь, жители и гости столицы. Рядом с памятником Исидору Барахову юным горожанам вручили паспорта. Рядом с мемориалом также прошел торжественный митинг. Его участниками стали первые лица республики, общественность и молодежь. Завершился митинг возложением цветов к памятнику, но перед этим первый заместитель председателя правительства Якутии, министр экономики республики Алексей Стручков, вручил школьникам города паспорта гражданина России. Также сегодня впервые цветы возложили к мемориалу Василия Никифорова «Кюлюмнюр». Памятник рядом с республиканским парламентом открыли только 27 сентября прошлого года. Как отметил в своем выступлении спикер Госсобрания Илтумен Александр Жирков, путь к признанию наследия Василия Никифорова был долгим и упорным, и теперь якутяне смогут отдавать дань уважения «Кюлюмнюру» как одному из предтечий людей, стоявших у истоков становления государственности Якутии. Официальная часть празднования Дня Республики завершилась традиционным заседанием в Театре оперы и балета. Участники говорили о том, по какому пути развития сегодня движется Якутия. В том числе развитие сельского хозяйства региона, положительной динамики в экономике, промышленности и другом. В заседании участие принял глава Якутии Егор Борисов, члены правительства региона и общественность. Там же на заседании впервые вручили государственные премии имени Исидора Барахова и Максима Мосова. Премию Исидора Барахова учредили еще в 2004 году. Она является признанием выдающейся подвижнической и активной общественной деятельности и особых заслуг в области экономической, финансовой и инвестиционной политики. Обладателем премии стал заслуженный работник компании «Алроса», заслуженный работник народного хозяйства республики Анатолий Попов. 38 лет он проработал в промышленной сфере. «Алмазники» в 90-е годы делали все, чтобы республика наша пережила без больших потрясений жителей нашей республики эти годы развала страны. Мы своим комбинатом давали больше 90% алмазов всей компании и таким образом формировали больше половины доходов всей нашей республики. Вдвойне знаменательным сегодняшний день стал для жителей района аэропорта Якутска. Сегодня там забили первую сваю культурного центра имени Юрия Гагарина. Его возведут на месте Старого дома культуры. Это еще один объект в столице, который построят по линии государственно-частного партнерства. Напомним, что группа компаний ВИЗ, которая в конце 2015 года выиграла конкурс на проведение работ, к 2019 году должна ввести в эксплуатацию 12 объектов, в их числе 5 детских садов, 2 школы, Международная Арктическая школа и другие. У нас работают 27 формирований, которые посещают более 500 человек. Поэтому согласитесь, мы все ждем, не только именно мы работники, а мы ждем весь Гагаринский округ от мала до велика. Между тем, сегодня главу Якутии и всех якутян поздравили представители других регионов страны. Об этом Егор Борисов сообщил в своем аккаунте Instagram. Но самое главное, как отметил глава, поздравления приходили и от простых якутян. Многие пишут добрые слова в социальных сетях. Пользуясь случаем, на своей странице, продолжая сообщение, глава республики также поздравил всех жителей Якутии со знаменательной датой. В стороне сегодня не осталась молодежь республики. В Якутии в Якутске прошло традиционное шествие. Колонна собрала несколько тысяч человек. От сквера Амосову до площади Орженикидзе дружным составом прошли общественные организации. Землячество, студенческие отряды, волонтеры и многие другие. Сегодняшний день очень важен для продвижения, популяризации, патриотизма. И огромное количество людей сегодня собралось. Я очень довольна. Значимость сегодняшних событий очень большая, потому что республика самая сильная, хорошая. Мы очень рады. И сегодня у нас большая дружная команда. Это молодежная ассамблея республики Саха-Якутия. Ребята, давайте поприветствуем наших зрителей. Те, кто родился в Якутии, но однажды покинул ее, рано или поздно все равно возвращаются. Неважно, на время или навсегда. Корни тянут домой. В этом убедился и Иван Данилов, инженер компании «Газпром Трансгаз Томск». Его студенческие годы прошли в Томске. Однако Иван не сомневался. Университетские знания он должен применять дома. О верности малой родине, любви и самоотдаче профессии расскажут наши корреспонденты. Иван вырос в Якутии. В том, что станет инженером, был уверен со школьной скамьи. Точные науки особенно привлекали его. После окончания Северо-Восточного федерального университета продолжил образование в Томске. В город юности Иван был постуденчески влюблен. Однако не сомневался. Полученные в ВУЗе знания он должен применять во благо малой родины. Конечно, душа рвалась в родной уголок. Всегда хотелось вернуться обратно. Какой бы город ни был, все равно свои корни, можно сказать, тянут обратно. Защитив диплом, Иван по распределению отправился в Алдан. Южно-якутский уголок ему понравился. Не разочаровался молодой специалист и в выбранной профессии. Свою работу нужно выполнять на отлично. Этот закон для Ивана стал основополагающим. Пример полной самоотдачи профессии Иван видел с малых лет. Это был всегда отец и всегда учил меня работать и трудиться, не покладая рук, не опускать голову, не унывать. Трудиться, работать во благо своей семьи, во благо своей родины. Дорогу оселит идущий. Таково жизненная кредо молодого инженера. Иван Данилов убежден. Упорство и сила воли способны преодолеть любые препятствия и сложности. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан. Многие якутяне сегодня проживают за пределами родной республики. В частности, в Москве. Но даже там они достойно представляют родной регион. В эти дни в столице страны проходит акция «Миллион деревьев». И якутяне принимают в ней активное участие. Подробности далее. Еще четыре года назад правительство Москвы выступило с инициативой провести акцию «Миллион деревьев», в цель которой – озеленить столицу, а участниками акции может быть каждый желающий. К данному начинанию подключились все учреждения, ведомства, общественные организации, в том числе и постоянное представительство республики Саха, которая посвятила данную акцию своей юбилейной дате. Здесь будет прекрасная аллея. Я думаю, потом это будет сквер. И, естественно, это будет посвящено республике Якутия. Прежде всего, здесь, в сквере Восточного административного округа Москвы, был установлен мемориальный малахитовый камень, специально привезенный из Мирного. А это место, где скоро зашелестят листвой клёные березы, уже назвали Якутским парком. Я очень рад и благодарен правительству города Москвы, управе этого района, за то, что поддержали нашу акцию и наше предложение. Нашли место, где можно приобщиться, посадить максимальное большое количество вот таких огромных деревьев. Акция «Миллион деревьев» с каждым годом набирает обороты. Уже сейчас запланировано озеленить территории у двухсот учреждений социальной сферы Москвы. Наталья Сазунова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва. Учитывая, что многие якутияне проживают за пределами региона, День республики отмечают и за пределами Якутии. В Санкт-Петербурге в честь праздника прошел третий по счету турнир национальных настольных игр республики. Все подробности в материале Айсены Бурнашовой. Дом национальностей Санкт-Петербурга вновь открыл свои двери. В этом году турнир собрал якутян, проживающих в культурной столице, участников из Ямала, республики Тыва и Мордовии. Специальным гостем стал профессор из Китая Мэй Чуньсань. Участники соревновались в таких играх, как Хамска и Хабылык. Принять участие в турнире могли все желающие, как заядлые игроки, так и новички. Я узнала об этих играх от своей одногруппницы, и я уже успела поучаствовать в игре «Палочки». По-якутски я, наверное, не смогу правильно произнести название. Молодежь научилась играть, их уже не победить. Я первый раз играю, из-за этого мне было сложно. Я буду тренироваться и, надеюсь, в следующем году уже играю. Первое место в игре «Хабылык» занял Мичил Бурнашов. Лучшим в игре «Хамска» оказался сотрудник НВК «Саха» Егор Максимов. День республики «Саха»! Далее мероприятия в честь Дня республики продолжились в актовом зале поспредства Якутии. Здесь, в праздничной обстановке, состоялось вручение благодарственных писем и наград людям, которые внесли свой вклад в развитие республики. Айсен Бурнашова, Егор Максимов. НВК «Саха», Санкт-Петербург. Вот таким нам запомнится День республики. Не забывайте, что все материалы из нашей программы можете найти на портале nvkonline.ru. От имени новостной службы нашего телеканала я вас также поздравляю. И на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи. Якутия, ты светом зари. Добру и счастье всех нас зовешь. Алмазной радугой ты горишь. И нас к победам грядущим ведешь. Цвети и крепнее, родная земля. Расти и славься, Якутия. Краса и гордость России ты всей. Тебя раздольней нет и щедрей. Привольно лена наша печет. Водой живой до края полна. Она согласие и силу несет. Дарует мир всем народам она. Цвети и крепнее, родная земля. Расти и славься, Якутия. Краса и гордость России ты всей. Тебя раздольней нет и щедрей. Земля саха, цветы не твои. С вершин веков напутствует нас. Мы путь продолжили предков своих. И с честью мы их исполним наказ. Цвети и крепнее, родная земля. Расти и славься, Якутия. Краса и гордость России ты всей. Тебя раздольней нет и щедрей.